Всем привет! В предыдущих видео мы разобрали влияние дофамина на поведение человека. И я думаю, вам стало ясно, что этот гормон не только управляет нашей мотивацией и способствует высвобождению эмоциональной энергии для совершения определенных действий, но и способен закреплять наши модели поведения, переводя их в разряд привычки или даже зависимости. Впоследствии человек может терять свободу воли, потому что его действия будут продиктованы дофаминовой системой, которая стремится к постоянному обогащению. И, наверное, вам стало интересно, если дофамин снижает вероятность свободы выбора, потому что диктует нам модели поведения, которые уже устоялись и являются автоматизированными, то что тогда может усилить нашу свободу воли? И здесь, я думаю, ни для кого не секрет, что второй важный нейромедиатор становится как раз-таки уравновешивающим звеном. Это серотониновая система и серотонин, как нейромедиатор. Дело в том, что это как раз-таки просоциальный гормон, который позволяет нам чувствовать удовлетворение. Если мы рассматриваем дофамин как нечто, что толкает нас на совершение определенных действий ради удовольствия, но не дает нам насыщения. Кстати, я очень хорошую аналогию провел с сахарной свеклой в сравнении с сахаром. Сахар дает удовольствие, но не дает насыщения, а сахарная свекла может дать немножко удовольствия, скорее всего, но зато насытит хорошо. Ну, это просто мой пример, который не все, конечно же, оценили, но суть как раз-таки в том, что дофамин вызывает постоянную тягу. То есть он заставляет вас хотеть совершить какое-то действие, вы его совершаете, получаете удовольствие, и через некоторое время по обратной связи он снова вас толкает на совершение этого действия. То есть он заставляет вас делать одно и то же, не испытывая насыщения. Вы получаете только временное облегчение, то есть он работает как обезболивающее. Что касается серотонина, то он, напротив, дает человеку состояние насыщения и такое равновесное, гармоничное, при котором не требуется совершать какие-то постоянные попытки получить удовольствие. Если дофамин учит вас жить на скачках, вызывая всплески удовольствия и спады впоследствии, от чего и в принципе и развиваются многие зависимости от вещества, от определенных моделей поведения, то серотонин дает вам состояние самодостаточности, при котором вам не требуется получать какое-либо удовольствие и как-то стимулировать дофаминовую систему для того, чтобы чувствовать себя хорошо. И, как вы понимаете, серотонин имеет гораздо больше отношения к счастью, чем дофамин. Если дофамин – это чистое удовольствие, то серотонин – это скорее ближе к счастью, потому что как раз-таки вот это равновесное состояние, которого не хватает многим зависимым, оно и является ключом к психическому здоровью. Именно поэтому почти все антидепрессанты целятся исключительно в серотониновую систему. Но данное видео не о том, что нужно употреблять антидепрессанты, а о роли серотонина в благополучии человека. Так вот, что интересно, что когда дофаминовая система чрезмерно активирована, когда мы имеем дело с человеком с зависимостями или с тем, кто постоянно выбирает получение удовольствия вместо совершения каких-то более сложных действий, то эта система начинает подавлять у нас серотониновую активность. То есть впоследствии, чем чаще мы активируем дофаминовую систему, тем меньше у нас становится серотонина, тем больше у нас становится вероятность развития депрессии, и выйти из зависимости практически невозможно. Поэтому человек, который постоянно топчет свою дофаминовую систему, он потом страдает от того, что количество серотонина снижается, и возможность как раз-таки поддерживать нормальное психическое благополучие вне вот этих пиков удовольствия, оно просто у человека исчезает. То есть почему и есть люди, которые говорят, что жизнь это сплошное страдание, которое иногда разбавляется какими-то приходами удовольствия, потому что как раз-таки их низкий уровень серотонина постоянный дает им это ощущение, что как только они не испытывают чрезмерного удовольствия или какой-то мощной стимуляции, они отправляются в бездну, в которой у них нету никакой опоры, потому что серотонин снижен, и их счастье, их качество жизни, оно вне достижения пиков удовольствия просто невозможно. Если же у человека эти две системы, дофаминовая и серотониновая, сбалансированы, то его уровень жизни и качество жизни будут гораздо выше. И свобода выбора, что интересно, будет тоже на стороне того человека, у которого серотониновая система функционирует адекватно, потому что вот это вот состояние самодостаточности, оно и позволяет человеку совершать волевые решения целенаправленно, а не полагаясь на свои привычки. То есть если дофамин просто тебя делает роботом, который совершает то, что диктует ему его дофаминовая система, то серотонин дает возможность человеку принимать решения самостоятельно, потому что он ничего не требует, это просто равновесное состояние. Что интересно, этот нейромедиатор является просоциальным, то есть считается, что как раз-таки из-за него у нас возникла мораль и способность выстраивать надежные коммуникации. Ну, точнее, не только из-за него, но это по сути, эти проявления являются следствием. То есть человечность и серотонин, они стоят где-то рядом. И что еще важно, что есть много исследований, которые подчеркивают важность серотониновой активности для снижения импульсивности и эгоизма. Например, я считаю, что показательнее всего брать исследования, в которых изучалось острое истощение трептофана на испытуемых и последствия, проявления в их поведении. Так вот, почему именно нужно это оценивать, а не влияние антидепрессантов? Просто по той причине, что трептофан – это как раз-таки предшественник серотонина, это аминокислота, из которой он образуется. И если людям некоторое время не давать возможность получать достаточное количество трептофана, то их серотониновая активность снизится. То есть, думаю, логично, да? Так вот, даже испытания на здоровых добровольцах демонстрируют, что у людей повышалась импульсивность и склонность к осуществлению действий, приводящих к собственному обогащению. То есть, как раз-таки серотонин делает нас более альтруистичными, и он снижает вероятность возникновения различных зависимостей, импульсивного поведения, разных импульсивных расстройств и так далее. И исследований, которые демонстрируют данную взаимосвязь, огромное множество. Например, даже есть исследования, где сравнивали обработку эмоциональных стимулов у людей, у которых есть алкоголизм в анамнезе всеимейном, то есть, отец или мать, допустим, алкоголики, и обычных людей. Так вот, у людей с определенной предрасположенностью к зависимостям снижение уровня серотонина приводило к большей импульсивности, то есть, к меньшему торможению, скажем так, в ситуациях, когда есть определенный соблазн, то есть, у них меньше становится способность сдержаться перед употреблением алкоголя. При истощении триптофана, то есть, снижении серотониновой активности, по сути, человек лишается возможности строить нормальные взаимоотношения с людьми, то есть, он начинает становиться более эгоистичным. И это черта также всех людей, у которых по какой-то причине низкий уровень серотонина. То есть, у кого-то это мутация, у кого-то это какой-то определенный сбой произошел, но, тем не менее, это просто показательно, насколько этот нейромедиатор участвует в нашем поведении и в нашем мышлении в том числе. Человеку с низким уровнем серотонина всегда будет казаться, что смысл жизни в том, чтобы вот как раз-таки получать удовольствие. И он даже не будет рассматривать жизнь в другом контексте. То есть, он полностью уверен, что жить можно только вот некоторое время на скачке удовольствия, который появляется там на две минуты, на три. А впоследствии ты некоторое время испытываешь удовлетворение от этого действия, а потом снова возникает тяга, в которой ты страдаешь и вынужден это действие совершить. Он по-другому жизнь просто не может рассматривать. И когда ему говорят, что можно не гнаться за этим всем, он этого абсолютно не поймет. Он не поймет, как тогда, это же становится жизнь очень скучная, очень однообразная, пресная. Как такое может быть? Человек с нормальным уровнем серотонина никогда не испытывает тяги, нехватки вот такой вот патологической. И поэтому важен как раз-таки баланс между дофаминовой системой и серотониновой системой. Этот баланс также может нарушаться хроническим стрессом. Из-за выделения кортизола это все задействует так или иначе петлю обратной связи с дофамином, при котором нам на то, чтобы купировать стресс, требуется получить удовольствие. Например, человек перенес какой-то стресс, и он сразу же хочет поесть сладкое или что-то вот жирное для того, чтобы эту ситуацию купировать. И самое страшное бывает, когда человек поел что-то вредное, из-за этого выделился стресс, потому что он себя заставляет питаться правильно, да, и впоследствии чего он поел еще дополнительно калорийной пищи. Это модель как раз-таки вот этих разных расстройств пищевого поведения, при которых человек переедает, за счет этого выделяет кортизол. В ответ на кортизол требуется еще дофамин, из-за которого он и начинает еще есть. То есть это модель, при которой человек переедает, потому что переедает. Вот это самое страшное, это замкнутый круг, из которого очень сложно выйти. Кроме того, хронический стресс может также подавлять выработку серотонина, потому что воздействует на серотониновый рецептор типа 1А. И впоследствии сигналы серотонина проходят хуже, и его физиологические свойства, о которых я говорил, влиять на поведение, они ухудшаются. То есть ухудшается сдерживание вот этой вот дофаминовой активности. И, конечно же, когда существует огромный перевес в сторону дофаминовой системы, и серотониновая система не может купировать, у нас происходят различные модели поведения, при которых человек зависим. То есть он уже руководствуется своими хотелками исключительно. Он не может принимать решения самостоятельно. Поэтому что требуется? Снизить хронический стресс, само собой, снизить выделение кортизола. Об этом мы еще впоследствии, конечно же, поговорим. Но в этом видео хотел бы подчеркнуть важную роль серотониновой системы для купирования всех негативных последствий дофамина. И о том, как повысить серотонин, я рассказывал в различных видео, и в том числе написал статью на Boosty. Поэтому подписчики могут с ней ознакомиться. Там я, в общем-то, разобрал, как можно поднять уровень серотонина, то есть от чего он зависит. Могу лишь кратко сказать, что если вы сидите в каком-то темном месте постоянно и недополучаете солнечных лучей, то это огромная ошибка. Вам, скорее всего, в вашей берлоге необходимо поставить освещение 10 тысяч люкс, потому что иначе у вас не произведется достаточное количество серотонина, и впоследствии вам будет сложнее справляться со своими хотелками. У вас постоянно будет на что-то тянуть, и вы будете задавать вопрос, почему так. Может быть, это по разным причинам. Не всегда причина в том, что нам не хватает солнечного света, но, по крайней мере, на своей жизни я убедился в том, что это для меня играет огромное значение. То есть прогулка днем в течение одного часа гораздо более благотворно влияет на меня, чем прогулка 3 часа перед сном. Вот по факту именно таким образом все устроено. Чем больше я солнечного света увижу днем, тем лучше у меня качество сна, тем ниже у меня уровень стресса, тем лучше я контролирую свое пищевое поведение и все остальные привычки, скажем так, которые у меня могут периодически проявляться, вредные. Вот, и это позволяет мне чувствовать себя хорошо. Поэтому могу всем дать вот именно такой совет. Еще самое интересное, чем бы хотел видео дополнить, тем, что от людей с низким серотонином можно очень часто услышать, что люди всем помогают ради того, чтобы достичь какого-то мифического удовольствия самостоятельно. То есть чтобы вот выделился дофамин от того, что они думают, о, как классно, что я кому-то сейчас помог, это же доминация и так далее. Вот это как раз-таки опять же опора на дофамин, без которой человек существовать не может. То есть чаще всего это люди сушат оплатаны серотониновой системой, при которой они думают, что все действия альтруистические, совершаемые людьми, они совершаются как многоходовочка для того, чтобы у вас выделилась из дофаминовой системы очередная порция удовольствия за то, что вы такой крутой, то, что вы там лучше других и так далее. Но они понять не могут, что на самом деле есть люди, которые живут просто на серотонине и не обращают внимания вот на эти дофаминовые скачки. То есть им абсолютно без разницы. они находятся постоянно в равновесном состоянии, при котором им не требуется постоянно достигать каких-то вот извращений, да, чтобы почувствовать себя хорошо. То есть люди могут помогать и жертвовать просто потому, что у них нормальный серотонин. Вот. Но это вам так для раздумий. В любом случае, спасибо за то, что смотрите и до новых встреч!